а теперь а теперь а теперь немножко подождите и я сделаю этот материал для всех и для детей в том числе вы думаете что я не умею грамотно не используя не цензурную нормативную лексику общаться и вы будете абсолютно не права потому что это была школа номер 33 и кстати мне мама как-то по-человечески объяснила алексей ты сделай так чтобы ты мог не цензурно так общаться что народ просто бы опустился я научился это делать и это была школа средняя школа номер 33 города магнитогорск то есть я могу это сделать естественно как это хорошо да какую самолет вы сейчас видите какой самолет вы сейчас видите этот самолет был под индексом 167 он продавался в российской федерации в смысле это даже была не российская федерация это была российская федерация но она была в составе советского союза так вот он был по моему на втором месте на первом месте был самолет под названием и изделие номер 166 вот и давайте все-таки вернемся к этим самым дивным моделям самолетов к слову о том что сами модели самолетов скоро им будет примерно сто лет когда первые появились самолеты на свет в 1930 году именно тогда появилась фирма фрок который вам изготавливал самолеты не из пенопласта не из пенополистирола а ацетил какая-то кислота но что-то не сделали я понимаете еще пластмасса то не было они чуть позже появились естественно и вот тогда во всем мире к слову о том почему я говорю когда и во всем мире потому что у меня есть английский язык спасибо ему большое за то что он во мне появился это благодаря именно 33 школе но конечно он бы не появился после нее нет конечно сначала у нас была поездка с магнитогорским курпунктом мы вдвоем ездили в америку и ровно неделю я тупил 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 потом я просто забросил все времена perfect present и всякое остальное шняга просто убрал ну возможно что то там еще осталось я не знаю но я сейчас говорю так что в принципе меня понимают ну да все кто говорит на английском языке говорит суки и куласть and i will go to another country and if here or may be here i don't know не поняли но ничего страшного и так после того как вы съездите в америку когда ну или другую англоговорящую страну к слову второй страной была великобритания и вот там 32 человека никто не говорил на английском языке догадайтесь кто говорил на английском языке то есть там еще меня хорошо подтянуло то а потом были индия это да 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 это вот все те страны которые имеют англоязычную сущность и благодаря английскому языку я вам объясняю в каком году появились пластиковые модели то есть 1930 году они появились пластиковые модели в каком году они появились в россии в смысле советском союзе ну примерно примерно где-то после шестидесятого года начало что-то появляться то есть никакие там модель нам без разницы понимаете что вот это такое эта история да 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 история наших отношений почему я вернулся к истории наших отношений хотя в принципе в детстве занимался то есть давайте все-таки определимся что мы выпускали в 1976 году фирма фрок завершил свое существование просто бокс в америке довольно частые составляющие то есть там не надо мозги канифорить то есть там уже другие фиксы пошли все остальное так вот продукцию от фирмы фрок выкупил советский союз вы купил советский союз и начал делать модели под названием нового потому что это были за денежки и мы все это дело продавали но у нас все это дело продавалось просто так вот изделие какое-то сейчас даже скажу какое-то было изделие да да вот они под индексом говорил индекс 167 но самый топ самый топ и вот он везде и всюду продавался в советском союзе это был изделие под номером изделия индекс 166 и вы думаете что это был самолет который был шикарно распространение во всем мире нет это был единственный самолет который перелетел по-моему ламанш что или ну или из той оперы который достаточно далеко летал то есть у него даже вида из львового стекла не было по моему там сбоку садился дух святого луиса вот и все теперь возникает вопрос насколько приходится проблематично их собирать очень серьезные проблемы потому что они все в облое все в литниках к слову о том что видите оригинальный самолет другого такого самолета нет вроде своей я ненавижу бипланы знаете почему потому что у них есть расчалки не в принципе если вы сильно 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 захотите я могу вот использую вот эти штучки вот эти штучки вот эти штучки я могу сделать это несложно но эти штучки откуда появились это появился вот как сегодня и сейчас это уже 61 модель самолетов которые сегодня собрал потому что это дело это было я с детства мечтал и детства собирал самолеты они не имея были всегда красивые нравились потому что это эти модели 166 167 они были там еще был постоянный вампир ну это вы забыли зря кстати в редких случаях но была модель другая самолета называется гластер метеор я вам до этого показывал hunter hunter я потом покажу сделаю естественно скорее всего масштабе 1 к 48 либо другом масштабе естественно его куплю тут даже вопросов нету вот потому что это жизнь наша жизнь наша но процедура времени в котором мы работали это немножко другая тема другая тема я кое-что сейчас забыл даже не буду никуда бегать да 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 но я практически все распечатал от момента возникновения первых самолетов ну получилось вот такая стопочка вот такая стопочка ну вот такая стопочка причем большая часть этой стопочки ну примерно процентов 70 это были тогда когда появились сталинская эскадрилья сталинские соколы тогда все было работало все красиво в делалось это примерно 70 процентов 70 процентов этого когда сталинские соколы и мы делали много самолетов и зарубеж все работали все делал красиво и и вот тогда была история остальные скажем так до одной точки то есть грубо говоря если это 70 процентов то если по точкам да грубо говоря то давайте 27 процентов 27 процентов это когда началась холодная война о то есть все было хорошо красиво и ровно и только три процента на одном листочке и вот не настолько это тогда когда развалили советский союз да то бишь и вот результат сегодня сейчас советском союзе ну дай-то бог из разряда военной авиации с 10 машин более или менее было сделано плюс минус плюс минус естественно но на западе кстати ситуация то есть вот вот эти все 20 машин 10 и 10 и и все и это за какой промежуток времени когда у нас горбачев развалил советский союз вот грубо говоря с 91 года до сегодняшнего момента всего лишь 20 моделей с 91 года то есть 29 это двухтысячный год 10 2010 год 20 еще четыре года это кошмар это кошмар вас при приквасили к к чему вас приквасили к машинам сейчас столько разных машин но качества того нет те машины которые работали бесконечно много их уже нету не существует порой своей то бишь мы везде немножко опаздываем то есть даже модели самолетов мы начали сделать задержкой ну примерно до в 30 лет то есть в тридцатом году фрок появился примерно из той же оперы и только в шестидесятом году мы начали выпускать клёв да маленький другой нюанс из разряда того сможем ли мы сейчас летать вряд ли мы сможем летать потому что я бы все-таки рекомендовал авиация и космонавтика это предел мечтаний выше не получается меньше и тогда вы будете на этой земле тусоваться может быть вы будете на этой земле тусоваться но вы ее перегреваете да естественно поэтому тут у нас тепло своеобразное стало и вот эти ничего ничего лет через 10 начнутся ураганы как смерчи в америке территория российской федерации она достаточно большая скажем так это самая большая территория в мире но самая большая территория в мире переплевывает размер по диагонали африку километров на 700 то есть вот это все есть такая штука в интернете опять же в которой вам показывают размеры то есть но она большая страна в мире да 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 но чуть чуть больше чем африка не надо думать что то что вам показывают на глобусах это красиво нет господа мы там все шире а тут то есть если мы будем говорить про нормальные страны по глобусу естественно то самые нормальные страны но если убрать и завернуть то есть глобусу так расширяется да то есть если все это дело сжать то есть это экватор вот там страны вот в том количестве в котором есть а всем остальном они вот так расширяются и америка там тоже расширилась естественно китай там не сильно много расширился ну да и где-то в некоторой части расширилась длинная правда большая страна смысле не достаточно большая страна скажем честно ну и австралии там тоже немного то есть давайте все-таки определимся что страны на карте не являются странами по сути своей по размерам своим не надо карте используя курвиметр показывает что российская федерация сверхбольшая она далеко не совсем сверхбольшая и вот мы сейчас к чему пришли мы сейчас пришли к тому что мы сейчас идем четким темпом как это делается соединенным штатам америки то есть вам выдаются кредиты покупайте машины покупайте квартиры следующий вариант эти кредиты и ипотечные ставки и богу то еще и на ваших родственниках вам нравится вы представляете я купил себе что-то красивое а за меня еще мой внучок будет выплачивать на этот дурдом конечно просто просто дурдом я бы конечно хотел вернуться к тому моменту когда мы все это дело делали что касаемо этого самолета этого стран волос причем он сделал немножко по-другому не то что было у нас в российской федерации естественно я посмотрел внимательно интернет ну это в принципе что первая модель 166 до двух святого сейчас помню до двух святого луиза ничего страшного что думаете вы думаете что я блогер что ли работники телевидения вряд ли были бы блогерами но мозги то у нас повеселее и вот смотрите блогерство она состыковывается да вот любую посмотрите там везде блоге 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 везде стыковки 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 а у меня нет таких стыковок потому что я в принципе не торопливо вам грамотно объясняя о чем идет речь этот самолетик что пришлось переделать ну практически все за исключением вот этих вот расчалок не если вы сильно сильно хотите еще раз говорю то я немножко покрашу в черный цвет сделаю но не не люблю бипланы потому что детские расчалки вот у меня будет ан-2 вот там придется поплюхаться то что мне подарили его но с другой стороны сегодня сейчас ан-3 есть а у которого расчалок нету у которого нижняя часть нижняя часть крыла перекали перетекает плавненько верхнюю часть крыла и это да 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 вот сегодня сейчас все стало немного по-другому но ан-24 ан-2 это какого года это сорок седьмой год вы хоть представляете сорок седьмой год это сколько лет если дай бог то случится то эта машина до этого 100 лет переживет естественно давайте все таки определимся что это за модель то есть эта модель для чего она была сделана ну так себе она в принципе использовалась как торпедоносцы вот это она вообще как бы мы будем говорить о чем мы будем говорить о качественном подходу к созданию самолетов так вот качественный подход к созданию самолетов это все-таки для людей и поэтому для людей с большим смыслом работали две страны российская федерация советский союз там пока рядышком не сидел то есть если бы я взял бы ан-2 то ан-2 был вот таким маленький примете поменьше он был маленький самолет потому что ан-2 в размере 148 он примерно таких размеров ну понимаете да чем идет речь то есть здесь стоял серьезный двигатель и этот самолет немножко других цветовах цветах естественно он летал и показывал вам гору эдерест вау это было в 1933 году клёво но отдельные товарищи которые явно смотрят и которые занимаются изготовлением моделей мне скажут это не п с 6 что ли которым там был не помню как липо цех не помню ну нельзя в эту голову внедрить все что возможно так вот они говорят что стойки шоссе были другими так я вам говорю есть такое событие flight or everest you can see on youtube так вот второй там самолет был 3 модификации а стойки шоссе были вот именно такого типа сделаны а да 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 именно поэтому этот самолет единственная история но может кто-то сделал я не знаю я по крайней мере не видел естественно почему я любитель авиации я бы все продал бы и вы думаете что вот это телевидение оно мне нужно оно мне стало нужным после того как я познакомился поставлю после того как я пришел в магнитогорск курпункт чг трк и познакомился с валерия юрьевичем гимервертом валера гимерверт он очень много для меня значит и значить будет всегда потому что он мне показал как нужно работать как нужно работать с техникой с как нужно ее обожать делать и давайте все таки определимся вот вы смотрите все эти мои сюжеты и говорить алексей а чё ж так долго то ты собираешь модели ну еще раз говорю я пенсионер если честно то есть и спать хочется иногда правильно почему я пенсионер но тут проблемка то скорее всего в моей голове потому что это глиобластома очень серьезное раковое заболевание четвертая стадия мало того если бы я не верил бога нашего я вообще бы столько бы не жила я в него верю молюсь каждый божий день он дает мне силы дает мне возможности дает мне учение а я то все довожу и для вас если бы я не молился каждый день я бы наверно уже крикнул я молюсь каждый день я верю в бога есть люди которые думают что есть бог а есть люди которые знают которые видели все это своими глазами так вот я вам говорю что господь бог есть и когда фомы неверующие говорят фомы неверующие это вот те кто ворует да я атеист только эти фомы неверующие когда нужно будет покрестятся право 2 концовки сюжета то есть и наворует 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 это не такой товарищ есть тоже из разряда металлургического гиганта не наш металлургический гигант а другой металлургический гигант потому что виктор филиппич рашников а я очень хорошо его знаю я у него был оператором естественным я узнаю как уникального и грамотного человек он не разрушил он сделал больше а то когда нам приходят отдельные товарищи они что происходит у них они думают что кто-то спер так вот во первых я делал рекламу в этой конторе ну вы должны были почитать там же также сказали что эта контора может продать ваши акции там это было прописано поэтому не надо скурить ребята ну случилось случилось но тем не менее какой сейчас город какой сейчас город да он изумителен теперь вопрос возникает к другим составляющим проекта почему мы сейчас не занимаемся авиацией ведь она же в топе должно быть то есть если бы мы продолжали летать в космос я так понимаю что если бы не горбачевская перестройка которая развалила целиком советский союз за какие-то 45 лет зачем он стал делать теперь уже известно что его купили тогда купила его кто англии естественно во первых не надо было никогда говорить о сути событий ему сказали сможешь ли договориться он сказал да договорились но сегодня сейчас все его договоренности медным тазом улетели а советский союз он разрушил да это была дивная ситуация еще раз вам говорю почему именно когда был товарищ сталин к слову с товарищ сталин для меня появился только после 86 года когда он начал все это дело разрушать то есть ну лишний раз надо было залезть в дела давно минувших дней чтобы все это дело разрулить это называется американский принцип развала качественного государства слава тебе господи что другим государством такая ситуация не пришла то есть другие государства это тоже ядерные естественно индия китай попробуйте туда залезть сразу что-то получите молодцы к слову о том что еще и северная корея тоже там кое-что умеет вряд ли что-то случится потому что ну как бы вам сказать я недавно посмотрел что будет в случае попадания ядерного оружия по одной небольшой это даже государства немножко другое сказать это одна из частей ума нью-йорк да не будет полностью уничтожен город нет но процентов наверное 70 очень сильно пострадает от одного выстрела от одной серьезной боеголовки 70 процентов нью-йорка пострадает то есть вы должны понять какое количество оружия в российской федерации и какое количество оружия в других странах то есть не дай-то бог но там все начнется с фестиваля но вернувшись к истории вопроса это что такое это космонавтика ядерное оружие с доступом в открытый космос естественно но перед тем вопрос возникает немножко другого что сейчас происходит советской советским авиационным прошлым мы практически уже докатываем да 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 но вот мы давайте вернемся к вопросу почему мы не летаем так как это делается в америке задайте вопрос и там оказывается что что количество бортов самой америке ну раз пять или семь а может быть 10 больше чем российской федерации хотя америка в два раза больше по населению но сколько количество бортов и когда мне говорят а как мы это сможем сделать да я говорю пока никак поэтому если все-таки мой второй человек которого также верю рано или поздно посмотрит мой дивный сюжет я задам маленький вопрос свое время я мог спокойно и не только что спокойно я обучался на пилота свое время у нас был отличное местечко где можно было полетать на як-55 су-26 прилетала к нам як-50 этом катались вилга потом появилась уже у нас был нормальный авиационный клуб с нормальными обучающими инструкторами которые были в доме обороны да я был маленький да я ходил но мне всегда было нужно и целый год я получил качественное обучение и после этого меня просто не пустила одна нехорошая девочка под названием совершенно нехорошее существо потому что мне не хватило двух сантиметров роста и три килограмма веса о вот она меня вышвырнула очень было противно естественно и после этого я пошел в горный институт а так и к слову о том когда я пришел в горный институт я же помню тех товарищей которыми учился они были моем моем вот так сказать однокаршники мы вместе ними учились я задавал вопрос ребята на хрена вы летали ну нам надо было я говорю ребят так а зачем то есть меня не пустили дальше летать а вы бросили обучение и стали инженерами а зачем тогда пытались летать ну зачем вы это делали я своему сыну пытаюсь то же самое объяснить говорю давайте все-таки определимся то что я почему я на пенсии да потому что у меня вторая группа инвалидности глиобластома если бы кто-то забрал глиобластома вернув мне из-за разряда денег которые потратил это сто семьдесят три тысячи сто семьдесят пять тысяч долларов было ну где-то половину я лично собрал где-то половину грубо говоря сто восемьдесят пять восемьдесят пять тысяч долларов вы мне верните рак заберите я оставшуюся сумму вот у сколько там было это вот мне помогли жители города магнитогорска но в том числе и люди с мозгами естественно пока не лечится я работаю и показываю что в принципе с этим можно справиться потому что мою смысл жизни немножко поменялся он поменялся в смысле каком то есть он поменялся в смысле существования хочу сделать что раковая болячка неважно какой опухоль разницы грешки она будет у вас хроническим но возможность лечиться сегодня сейчас я уже знаю что есть возможность долечить глиобластома теперь мне нужны будут ваши деньги это будет чуть позже вопрос возникает почему я все-таки вернулся на круги своя почему у меня вот рука такая вот видите что то с ней случилось да это не татуировка нет 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 это к чему произошлось то то есть программу автостоп вы же видели знаете что она работает работает для вас потому что я также люблю машины их обожевываю но к сожалению моя пенсия это далека до уровня среднестатистической европейской пенсии мало того она если это грубо говоря мы получаем 200 то есть она в четыре раза меньше не больше четыре с половиной раза меньше до чем столько сколько получает ну не самый крутой житель еврозоны я имею виду не самый крутой это называется пенсия под названием болгария там 900 евро они получают пенсию среднюю пенсию что тут разница да у нас какая то то есть вместо того чтобы жить для людей мы живем для других товарищей которые нам дают возможность не заниматься тем чем мы хотели бы заниматься то есть сегодня сейчас идет полный развал авиации как таковой так господа мы то есть у наш аэроклуб в котором мы занимались в лохмоте все в лохмоте и даже аэродром левобережных в лохмоте почему потому что вот жизнь нас такая что человек готов воровать и пока у этого человека никто на него пальцем не показывает он ворует то есть в этой нашей жизни большое количество варья везде и всюду но варьё оно как бы вам сказать оно слово же очкует можно говорить да правильно тут разницы никакой нет то есть и говоришь не дай-то бог не дай-то бог на меня покажут что я где-то облажался и вот эти бюрократы бюрократы они не дают вам возможности ничего себе взять я имею ввиду в том что в связи с тем что у нас есть интернет я показываю что в принципе планер вы себе можете купить за 1000 евро и он там перемещается спокойненько вы можете восстановить я-то могу восстановить к слову о том что три секундочки вот даже это у нас запрещено у нас полностью ликвидировали практически полностью ликвидировали частную авиацию потому что ценники сдернулись в разы и человек конечно хочет быть круче чем сосед ездить на более крутом автомобиле так вперед из песни никаких проблем берите и катайтесь правда это будет процедура под названием кредит а в свое время в советском союзе кредитов даже не было было касса взаимопомощи ты сколько брал столько возвращал к слову о том что был такой товарищ под названием леонид ильич брежнев все говорят что ну я не знаю кто его кончал но у нас мой второй человек владимир владимирович путин скоро будет в том же возрасте через год ну посмотрите и лето человек или тот человек ну разница есть ну разница есть и когда я говорю что в голове человеческое не внедряется суть старости она не внедряется старости потому что когда я беседовал с одним из моих вторым но это был уже человек с которым я продолжала после того как более юрич гиммирот ушел я себе взял попросил помочь и платил естественно денежки юрия правильная гру а тебе сколько лет он говорит да столько сколько и тебе игру не въехал это что думаешь что поменялся что ли да ничего не поменялось как мне было там 23 года а я ничего не поменялось как не было 18 лет так мне столько же осталось вообще ничего не поменялось но возраст но некоторое количество проблем это случается но да ладно но в жизни то никаких проблем не возникает и у дяди володи в том числе потому что я-то видел моих учителей которые меня обучали меня обучал один из лучших специалистов города магнитогорск ректор николай ночеванов так в его возрасте там столько мозгов было ой это очень сложно то есть есть люди с мозгами есть которые понимают что жизнь она есть но жизнь она конечно не бесконечная рано или поздно все закончится ну да ладно и когда мы говорим об этой жизни не будем говорить о смысле возраста смысла возраста не существует вроде своей за исключением отдельных вещей которые случаются даже человек человек который живет скажем так ну до рая это совершенно далековато да 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 и поэтому да у нас проблема возникает брак остальные вещи все мы никто еще не вернулся оттуда в один человек пришел но одного еще человека он с собой принес да и то как бы ну здесь через некоторое время он вернулся обратно кто это иисус христос естественно а вы не слышали очень зря кстати очень зря очень зря и почему я все-таки вернулся и начал собирать эти самолеты потому что а тут вопрос немножко другой помните про автомобиль я вам говорю про автостоп сколько человеков готовы работать с умом которые показывают такую передачу их очень-очень-очень реально мало в основном это понты вот те самые понты как блогеры понимаете блога сфера у нее стыковки есть но у меня нет стыковки это я просто просто закрываю весь тот видеоряд почему потому что у меня нету понтов я не хочу давиться и не хочу себя экспроприировать и показываешь того слишком умный ну как бы средний человек и почему именно средний человек вернулся и знал собирать самолеты потому что во первых ну там есть несколько процедур естественно самая процедура в том что в российской федерации она как начала в кризисе быть с 2008 года так он что-то не заканчивается то есть все таки я бы рекомендовал выбросить слова кризис заплатить нормальную сумму денежных средств потому что в свое время это было 2007 году я зарабатывал 10 тысяч долларов ну я не думаю что сумма в миллион рублей зная то как я все это дело докладываю как я вас люблю может стоить дешевле нет это нормальная сумма так верните и так верните и так дайте людям спокойненько всем человеком ну раз мы на пятом месте хотя бы на пенсии ездить туда куда нужно было мне не получается а почему а почему не получается и к все-таки обращаясь к мозгам к работе почему все это дело я делаю потому что во первых я уже единственный человек в магнитогорске кто продолжает делать автомобиль на передаче вы все там думали что все красиво и ровно нет надо любить машины и к слову о том что если вы смотрите эту передачу вы должны понимать что там нету ни одного человека который бы вам что-то ремонтировал потому что их нету как специалистов у нас ценники вот такие идиотские и когда я когда мне покрасили мои машины один человек есть один единственный человек ваша базаров который гарантирует остальных нету гарантии сказать ребята что тут сложного вот спокойненько и ровненько это 61 модель самолета на 30 модели самолета я могу спокойненько можно начинать машину красить но возникает проблема в чем проблема в финансовых средствах если бы мне все вернули на круги своя когда-то было ну я думаю что в принципе было бы здесь неплохо то есть я бы скорее всего на своем первом этаже сделал то что мне нужно и красил бы их то есть не торопитесь я покрашу и не только свои машины но и чужие вопрос в чем заключается в том что у нас нету акриловой краски которая сходится на водной основе я не буду вам ничего говорить но если у вас будет большое большое желание водой попробуйте смыть попробуйте водой смыть акриловая краска она водой закрывается так она водой не смывается клево да вот как только все это дело будет как только у нас будет еще и лак такой же да 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 тогда чтобы напрягать легкие свои я буду красить модель самолетов будет это здесь сделано или не здесь это уже отдельная тема и почему вот эта штука или вы думаете что я только могу машина красить нет я другую модельку не модельку хороший toyota решил и сделал естественно но по дороге что-то где-то бабахнулась то есть это обыкновенный синяк обыкновенный синяк но он есть и что будет дальнейшем в дальнейшем смысл моих событий это собрать 100 если это получится если господь бог даст мне эту возможность естественно я это дело не брошу я не брошу этим делом заниматься потому что мне это все дело нравится если бы если бы человек такого уровня посмотрев мои сюжеты дабы быстренько всем люлев люли такая штука есть люли 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 люди люли люли ну песенка детская люли 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 не слышали зря посмотрите внимательно есть такой материал вот то можно было бы все это дело вернуть на круги своя дайте нам возможность и уйдите с нашей жизни не напрягайте нас совет российская федерация большая страна места хватает да но сложность с вашим воровством это уже отдельная тема если бы все это дело вернули ну естественно можно было бы спокойненько съездив в европу купить планер я восстановил бы поставил туда электродвигатель есть такая конкурентность то есть в принципе даже если плане купить он старенький но зато он здесь и сделанный из хороших вещей то есть на него ставишь электродвигатель он двухместный естественно туда куда нужно он заедет залетит и дальше уже идет но в связи с тем что двигатель примерно будет вешать вместе с примочками килограмм наверное 40 и батареи там будет еще килограмм наверное 100 ну в одном то есть и сяду спереди и буду залетать на него да 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 это могу сделать это сделать может любой человек и главное дайте людям возможность им это сделаем нам нужна возможность и тогда и тогда я могу это сделать и могу показать нам что мы это делать умеем единственный проблемка я не против быть самолетчиками владимира владимировича путина да вот если он все это дело сделает все будет вообще шикарно и красиво и модели будут и машины будут и полеты будут потому что это можно сделать дайте только нам жизнь а ее почему-то нету